всех приветствую снова на моем youtube канале те кто на меня подписан знают что я не равнодушен к музыке и сегодня я хочу представить вам первый выпуск обзора винила альбомов с годной музыкой много и кое-что я постараюсь выуживать из этого океана конечно же упор я буду стараться делать на около киношную музыку поэтому фанаты кино не расходимся вас не не обманули кто не подписан не забудьте подписаться прямо сейчас итак приступим на наш разбор сегодня попала вот это вот пластинка 2017 года ну лучше поздно чем никогда джон карпентер легенда для большинства любителей кино будучи режиссером и композитором десятков классических фильмов карпентер заслужил репутацию одного из величайших режиссеров в истории современного кино а также одного из самых недооцененных официально недооцененных музыкантов пишущих опять же для кино но давно ставшего культовым среди фанатов всей этой карпентерщины по своей сути минималистичные синтезаторные темы таких фильмов как хэллоуин побег из нью-йорка и туман они также неизгладимы из памяти как и их визуальные образы и их вневременность было сразу очевидно когда карпентер исполнял их вживую на очереди аншлаговых концертов по всему миру еще в 2016 году можете посмотреть на ю тубе и так антология темы фильмов с 1974 под 1998 год антология впервые собрала в одном виниловом альбоме 13 классических темы из выдающейся карьеры карпентера но весь прикол в том что это не оригинальные записи из фильмов это по сути каверы сыгранные в студии родственниками карпентера сыном коди карпентером опять же и крестником дэниелом дэвисом естественно сам маэстро принимал непосредственное участие в исполнении этих композиций это троица уже ранее работала над своими хитовыми студийными записями которые назывались lost thames потерянные темы затерянные темы лейбл этой пластинки называется sacred bonds records немного инфы кстати из педевики sacred bonds records это американский независимый лейбл звукозаписи основанные в 2007 году и базирующийся в бруклине нью-йорк либо также помимо карпентера выпустил записи такого артиста как дэвид линч да да он не только снимает но и пишет sound и кстати журнал billboard включил этот лейбл в число 50 лучших независимых лейблов америки подобное тянется к подобному ведь карпентер всегда считал себя независимым режиссером и лейбл выбрал соответствующий скорее всего есть мнение профессионалов что джон конечно же уже не молод и пальму первенства и финальное слово в мастеринге этого альбома взял на себя его сын но при сведении и обработке его вкус так скажем пошел в разрез со слухом людей разбирающихся в этом немножко глубже и поэтому на некоторых форумах альбом назвали глухим замыленным и перекомпрессированным опять же если есть такие серьезные косяки то понятие доказывать это надо слушая на студийных мониторах но если слушать на колонках или в наушниках стандартного класса то все гуд меня устроила почти полностью данная пластинка вышла из-под пресса в чехии оформлен альбом в светлых тонах его конверт по крайней мере на фронтальной части слова антология вырезана и через вырезы проглядывают кусочки основного конверта обратная часть состоит из фотографии исполнителя этого альбома карпентера его сына и крестника семейный подряд список композиций и внизу приглашенные сессионные музыканты в том числе гитарист для композиции из фильма в пасе безумия глубина и гармошка в блюзовом треке из фильма не живут и другие костяк группы все же на этой фотографии основной конверт состоит из фотоколлажа со съемок фильмов карпентера больше всего позабавил его лук со съемок вампиров здесь он похож на этакого цыгана или наркобарона сам винил имеет смешанный цвет желтый с пурпурным что придает ему идею смешанности тематик и стилей сам альбом начинается пластинка с золотой и тяжелой темы из фильма в пасти безумия композиция слегка сокращена что придало ей возможно больше драйв чем в оригинале заметно гитарное утяжеление и если в оригинале это словно циркулярная пила звучащая в ночи здесь это просто гигантская пила перерезающая я не знаю стволы мангровых зарослей на амазонии где-то иногда следует соблюдать меру и не всегда осовременить это добавить мясо далее следует композиция нападение на 13 участок которую я если честно не очень-то и люблю для начала 70-х возможно и годнота но здесь она скорее для имиджа фильм выстрелил и миновать эту ступеньку в карьере дедушке совершенно нельзя я с нетерпением ждал тему из тумана и оказалось не зря в новой обработкой на звучит интересно и по-прежнему загадочно и страшно ни в коем случае не рекомендую под звуки этой мелодии гулять от вашего городка через лес к старому маяку далее альбом плавно перетекает принца тьмы и перед глазами предстают жуткие образы и события того фильма действительно очень сильно страшно неотвратимо в общем конец света действительно близок вот настала очередь сантьяго так называется композиция из фильма вампиры по сути фильм был не очень удачным на мой взгляд и стоит он конечно не на одном уровне с призраками марса но и не очень то и далеко от него фильм тащили болдуин с джеймсом вудсом пластинку композиция увы не тащит поэтому трек прослушивался со смешанными чувствами хорошо что карпентер поставил барьер времени по 1998 год ибо ни в коем разе нельзя было двигать в 2001 год ну сами знаете почему первая сторона заканчивается изюминкой это заглавная тема из фильма побег из нью-йорка ремейк темы великолепен не зря для раскрутки этого альбома на эту композицию сняли клип жаль что кино ремейк с участием родригеса заглох карпентер и его пацаны слепили бы я думаю неплохой саунд к этому кинцу итак вторая сторона винила начинает радовать фанатов дедушки уже культовой мелодии из хэллоуина ну про нее сказано и написано более чем достаточно поэтому просто слушаем и ждем как обычно 31 октября заводная композиция из фильма большой переполох в маленьком китае сбрасывает депрессию и паутину смерти после простой но сильной темы хэллоуина сам фильм большой переполох в маленьком китае конечно смешным назвать нельзя но он веселый задорные интересные музыка отлично подчеркивает его сильные стороны еще раз все же отмечу глухость и скудность гитары я что-то не пойму в 80-х струны были другие что ли мастеринг действительно странный тяжесть чувствуется но драйв словно скрыт стеной звукопоглощающих плит третья композиция на этой стороне это блюзовые вещи они живут гимн всем бродягам холодной утренней америки которые путешествуют в вагонах с сеном и травят байки у ночного костра об инопланетянах и правительственном заговоре нечто приготовьтесь эта мелодия обдует вас ледяным морозом ужасом и саспенсом по-прежнему сильные вещи и вызывает желание вновь пересмотреть классику исключительно слушать под виски и сигарету человек со звезды и темная звезда вы тоже не заметили и не запомнили тогда рекомендую все же обратить внимание на первую композицию человек со звезды хорошая попытка карпентера снять сказку в стиле спилберга ну а композиция не несет с собой что-то страшное отнюдь больше похоже на саундтрек к какой-нибудь итальянской телевизионной сказки завершается альбом музыка из кристины карпентер снял даже и клип для продвижения пластинки мелодия что в оригинале что в ремиксе очень сильные это хорошая идея поставить ее в конец альбома карпентер поставил жирное многоточие в этом альбоме 2017 года не сказав до свидания неправильно сделал ведь на момент выхода этой рецензии готовится к продажу вторая часть антологии и 6 октября фанаты будут перечислять свои денюжки за этот новый альбом лейбл secret bonds records верит в дедушку его пацанов верим и мы что там будет много вкусных вещей но напоследок мы послушаем композицию кристина с альбома джона карпентера антология альбома джонки карпент Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова